Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет Баргесты не прогнались Они все еще в этой деревне Плюс мы еще подобрали эту вот Официантку Риту Шапочку Которая у нас, если вы помните, в таверне обслуживала И не налила нам бесплатного пива А теперь еще и хочет, чтобы мы ее домой провели Видите ли, ночью опасно, бандиты нападают А кто же тебе виноват, что ты ночью шляешься, где попала По дворам Поэтому мы сейчас в данный момент Ой, мы не туда завернули Мы идем сейчас к склепу А в склеп нам не нужно Не хватало еще Конечно, если только мы не хотим эту Риту Шапочку в склепе похоронить И никто не увидит костей твоих И следов твоих тоже не увидят Нечего с ведьмяком связываться Уже, кстати говоря, она могла и сама домой дойти Уже 4 утра Скоро вся живность впадет в дневную спячку Ну и все монстры Ой, залягут в норы И никто не будет ее трогать Ну вот девка не хочет сама идти домой Она, видимо, блин, мне вот знаете, что неприятно Она сзади идет и сзади махает ножом Прямо за моей спиной Даже не знаю, может она маньяч какая-то Может ее не зря хотели бандиты наказать Может она их товарища зарезала Как когда-то соблазнила там, знаете, потом убила Она просто вот как-то странно себя ведет Ты можешь нож спрятать-то? Я же тебе ничего не сделаю Реально такое ощущение, будто бы она хочет меня убить Ты уверена в этом? Ты не проводишь меня до дома? О, сразу такая успокоилась Ну пошли уже провожу таки быть, ладно Хватит с тобой болтать Ничего ты все равно полезного не делаешь Провожу, провожу Так, эту бочку мы осматривали Там ничего хорошего Кроме кремния, кажется Таверна Вот я бы сейчас туда пошел бы Забухал бы там Расслабился Такая погодка хорошая Колоски Спокойненько так Шелестят Вот этот Размеренный вечерний ветер Которого почти даже нету Баргест Два Баргеста Тихо, тихо, тихо Самое главное, чтобы не ее не заживали Потому что Задание будет провалено Так, ладно Встретили мы ее где-то здесь Вот, на этом перекрестке Вот у Дорожного знака Следовательно, чтобы попасть Обратно к дому бабушки Надо идти по этой дороге Прямо и там уже Многие сами выведут нас Где-то здесь, если не ошибаюсь Должна быть Стоянка этого королевского ловчего Собака, надеюсь, не превратишься Кстати, что хочу сказать Эта собака, она еще в тот раз Когда вот тут на нас гуль напал Эта собака самая выносливая Она не превращается в Баргеста Она сопротивляется Молодец Шалка, так держать Я бы тебя даже покормил Но мне самому пока надо Еда Кто за душой ни гроша Да, давай Расплачивайся За голову Приветствую тебя А что ты вообще Как бы не спишь Так сидишь Все, караулишь Я принес голову Озерного чудища Крупноват для утопца Даже похоже на Плавуна Святая Милителия Плавун Ведьмак, ты заработал 200 аренов Да ты что, серьезно? Прощай Вот это я понимаю Вот, блядь Это королевский ловчий Понимаете, ребята? Вот что значит Работать на корону У него всегда будет Большая награда для нас Поэтому надо 100% Убить еще чудище в склепе О котором он рассказывал Склеп нам надо будет Потом нарядаться Как-нибудь Ну вот наши огоньки Горят уже Все так любовно Разжено Подожжено Вот В принципе У нас сейчас Уже хватает Даже на две книжки Чтобы узнать о растениях Которые здесь растут И мы могли их срывать Нормально И Узнать Например О каких-нибудь животных Нам же Если я не ошибаюсь Доступна еще далеко не вся информация Про животных Этих предместьев У нас есть У нас есть Давайте вспомним Не то Бестиарий Монстры Плавун Мы знали им такого Убивали Надира Утопец Понятное дело Пиявки Пиявки здесь не водятся Это я вам сразу говорю Химера Ну Это уже все Мы ее больше не встретим Это было только раз В прологе Итого мы знаем только Утопцы И плаванов Нам не надо еще Получается Нам нужно Баргесты Узнать о них информацию Узнать информацию О гулях И тогда в принципе Я буду доволен Ну и возможно еще Узнать информацию Об эхенопсах Эти собаки Эти адские гончии Все в порядке С ними покончено Так всего боится У тебя же там вилка В руках Или ножик Или что это Кстати уже у нее Ничего нету А вот Это кинжал Она его спрятала За пояс Ладно Боевая это Рита Боевая Уважаю За такое Куда мы теперь то По моему сюда же Да Уже кстати Уже почти 5 часов Даже не почти Что я говорю 5 уже И в принципе Должны все ложиться спать Баргесты Все остальное Идем Пойдем А все равно Ночь ночью А что то есть Такое вот Волшебное В этой Локации Даже когда ночь Понятно что тут Чума Все умирают Половина жителей На том свете Половина страдают Но локация Просто Завораживает Особенно Вот это За забором Пшеница Разные огороды Угодья Ночью Ветра вообще нет Все спокойно И Та атмосфера Когда из угла Может выйти Любой там Монстр Баргест Выскочить на тебя Или гуль Это вообще Добавляет Как бы Адреналина И своеобразного Великолепия В эту игру CD Projekt Просто молодцы Не устану Это повторять Так давайте Давайте О Этот будет Групповой стиль Тихо Тихо Спокойно Они преследовали Нас Как будто Кто-то Ими управлял Пошли Мы уже почти На месте Так и есть Вообще-то Ими управляет Зверь Который Является Такой собакой В огне И с ним Нам еще будет Отдельный разговор С этим Зверем Так Наверное Давайте здесь Запишемся Да Потому что Последняя Заходка Там будет По-моему Много Боргестов И вот Уже Почти Сама Деревня Это Центр И дом Бабушки Видимо Бабуля Заждалась Уже Свою Внученьку Непутевую Милиция Защищайте Меня Я же Ваш Гражданин Ну Хотя У меня Прописки Здесь Нет О Что Довели Уже Молодец Геральт Мы на месте Спасибо Как я могу Тебя Отблагодарить Это Интересное Предложение Ну-ка Увидимся Снова Не знаю Я живу С бабушкой Не хотелось бы Повредить Старушке И что же Ей повредит Все За исключением Совместной Молитвы Но я тут Знаю Одно Местечко Старая Мельница Да Там Спокойно И Тихо Точно Но люди Говорят Что Это Место Проклято Мне бы Не хотелось Чтобы Нам Помешал Призрак Мельника Насчет Призраков Не беспокойся Ни один Из них Не посмеет Побеспокоить Ведьмака А все Остальные Они будут Держаться От этого Места Подальше Потому что Считают Что Оно Проклято Все Преимущества Налицо Тогда Договорились Увидимся Завтра После Заката Будем Молоть Зерно Принеси Вина А я Принесу Еду Молоть Зерно Неплохое Вознаграждение Перемолю Я Твое Зерно Не сомневайся Так Только Мне интересно Одно Интересно Одно А Преподобный Сейчас Вот Нам Разрешит Похоронить Этого Компаньона Левуардена Если я К нему Обращусь Я ж Зажег огни Как он Хотел Но Зверь Не ушел Неужели еще спишь Ты должен уже в такое время Вставать Пять утра И молиться Утренняя молебня Блять Сука Спит Говори Быстро Че и командует Ну Не знаю Ну давай Я отнес Вечный огонь Во все часовни Ты лжешь Зверь Все еще Преследует Нас Я же говорил тебе Что это не сработает Где моя плата Ах да Твоя плата Да Должно быть Проклятье сильнее Чем я думал Нет сомнений Что причина Это ведьма Абигайл Она злая Женщина Ведьма Может быть Она сможет Рассказать нам больше Ты хочешь Связаться С этой Безбожной Шлендрой Это она Она травила На нас Зверя И все прочие Бедствия Тоже Возможно Но все равно Я хочу сперва С ней поговорить Мы должны Узнать Откуда Пришел Зверь Узнай Правду И возвращайся Ко мне Так и сделаю За 300 Оринов Мы Бедная Община Могу Предложить Только 200 Пусть так Собака Какая вы Бедная Община Вы живете Поросенков Жрете Не знаю Мясо Куча Попродавай Все мясо Поросенка И давай мне Еще 100 Аренов Сука Итого Зажгли Огонь Да Но Это не помогло Преподобный Хочет Чтобы я Узнал Откуда Взялся Зверь Он считает Главной Подозреваемой Ведьму Я должен Зайти к ней Хорошо Зайдем Посетим Но это Потом уже По главному Квесту Пока эти Я не хочу Потому что Слишком быстро Будут события Развиваться Давайте Еще пока Завоевать Доверие Надо будет Этого Ода Харина И Микулы По моему Да Плюс Сделать Заказ На гулей Плюс Свидание С вот этой Вот Ритой Надо будет Назначить Это На следующий День Вечером У мельницы Мне надо будет Взять вина Плюс Перепить Пьяницу В общем Еще много Чего Здесь надо Сделать В предместе И Похоронить Этого Кстати Компаньона Ну-ка Вставай Говори Быстро Я бы Хотел Похоронить Человека В склепе Под церковью Ты Вожжег Вечный Огонь Я Тебе Благодарен Спасибо Внутри Склепа Лежит Полуразрушенный Саркофаг Он Тебе Подойдет Полуразрушенный Ты Бо Предпочел Выкопать Яму В лесу Хорошо Годится Саркофаг Ну С одной стороны Хоть что тут Хорошее От него Я получил Но Все равно Полуразрушенный Саркофаг Как-то Ну не знаю Хотя и ладно Спи Осквернитель Предместий Еще они Удивляются Почему Зверни уходят Обвиняют Всех Своих проблемах Кроме Себя Самого Я уверен Что это Из-за его Алчности Из-за того Что он Обманывает Народ Все это И происходит Тем не менее Он винит Абигайл Говорит Все это Ведьма Шлендра И все дела А сам Отвернул Жопу Уже Сколько Шесть утра Должен молиться Вот здесь На коленях Стоять Ползать И искать Свою Блин эту Епитимию Исполнять Не знаю Делать 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 Чтобы Обезопасить Город От Баргеста Нет Он спит Сука Мне Ити Решай Его Проблемы Бесполезный Человек Кусок Дерьма Так Дверь Часовни Здесь Такая Часовня Довольно Богатенькая Ну вот Заначка Шесть аренов Я Своё Вознаграждение Так и так Восполню Алтарь Боклерская Белая Белое вино Украшающие Столы Аристократии У всех Королевств Почувствуем Себя Аристократ Сколько всего Заныкал Не то ж надо Ещё говорит У меня Ничего нету Сейчас мы Помолимся Здесь Он Сколько Бутылок Ещё Он Наливка Какая-то Стоит Короче О Милителе Молюсь Тебе Чтоб Этот Преподобный Издох Как Собака Или Я сам Довершу Его Жизнь Если Ты Не Исполнишь Это Мою Просьбу Так Саркофаг Видимо Вот тут Нам Надо Похоронить Ну Хоть Так Чем Чем Вообще Никак Что Такое Опах Помнишь Меня Белый Волк Помню Вы Преследовали Меня Ты Твоя Призрачная Свита Я По Прежнему Этим Занимаюсь Да Что Это Слово Преследовать Не Слишком Верно Отражает Суть Зачем Чтобы Исполнилось Предназначение Предположим Я Тебе Верю И Какое Мое Предназначение У Меча Предназначение Два Астрия Одно Из них Ты Другое Нет Предназначение Только Совпадение Слепой Случай А? Ведьмак Не Верещит Предназначение Разве Не Вы Требуете От Людей Ребенка Неожиданности Ты Не Веришь Что Ребенок Отмеченный Предназначением Пройдет Ведьмачьи Пробы Дашь Мне То Чего Не Ожидаешь Застать Дома Знакомы Тебе Эти Слова Знакомы Дорогого Дорогого Для тебя Но Далекого Путешественника Вне Времени Оглядывайся Иногда Я Всегда Буду Идти По Твоему Следу Это Сейчас Мат Такой Был Лео Ты Смеешься Над Предназначением Ты Не Принимаешь Его Всерьез У Меча Предназначение Два Острия Одно Из Них Ты Другой Смерть Но Это Умираем Мы Умираем Из-за Тебя Смерть Не Может Поймать Тебя Поэтому Забирает Нас Смерть Преследует Тебя Идет По Твоим Следам Белый Волк Но Что Эй Ты Че Сдурел Я Же Твой Друг Сволочь Короче Вот Это Взял Натравил На нас Лео Точнее Его Дух И Лео Придется Теперь Бедному Умереть Второй Раз Завали Завали ты Уже Наконец Лео Лео Обучение Ты опять Не прошел Красный Метеорит Заберем В общем Кто не понял Так Сейчас я Наверное Поем Пока Потому что Надо Восстановиться Немножко Съедим Хлеба С медом Кстати С медовыми Сотами Они очень Хорошо Идут Под хлеб Это все Запьем Козьим Молоком Потому что Оно уже Скоро Свернется Все Хватит С нас Значит Что Я понял Те кто Уже знают Сюжет Обоих Точнее Не обоих А всех Ведьмаков И первого Второго И третьего Могут просто Послушать Те кто Не знают И не хотят Спойлеров Могут Или уши закрыть Или чуть Отмотать Потому что Это сейчас С нами Разговаривал Никто иной Как Эредин Король Дикой Охоты В своей Призрачной Форме И он Скал Что Когда-нибудь Я там Отдам ему Душу Дорогого Человека Он Естественно Имел ввиду Цири И сюжет Ведьмака Дикой Охоты То есть Третьей части Игры И после чего Он натравил На нас Дух Лео Типа Лео Обвинил Что Предназначение Должно было Забирать тебя Постоянно Геральт Но смерть Тебя обходит Сторону И в итоге Страдают Те кто С тобой Хорошо знаком Такая вот История Все это Печально Конечно Но Нам не нужно Поддаваться Чувству вины Нужно действовать Утро Кстати Сколько Время 6.30 Нормально Так Давайте остановимся И подумаем Что нам сделать Сейчас О У нас информация Появилась Король Дикой Охоты Король Охоты Снова Появился И послал Одного Из Призраков Сразиться Со мной Он Воспользовался Моей Слабостью Этот Был Призрак Лео Лео Я Снова Видел Лицо Лео Теперь В виде Призрака Это Напомнило Мне Что Я Не Справился В Подземельях Каир Моркена Ну Что Поделать Так Получилось Так Хорошо Все Надо Подключать Все В принципе Хорошо Нам Сейчас Нужно Повысить Уровень Своего Обучения Там Походу Мы уже Можем Что-то Выучить Полезное Вот Все На карте Кровавые полосы Исчезли Теперь Здесь Безопасно Надо Найти Костер Или Или Уже В таверне Там Обучимся У нас Еще Осталась Неисследованная Зона Вот Здесь Дом Харина Брога У которого Нам Надо Будет Завоевать Доверие Микула Здесь Находится Тут Находится Дом Ода Но Пока Что Давайте Мы Пройдем В Таверну Вернемся Просто Пробежимся По Утренней Деревне Послушаем Пение Сверчков Птиц Еще Пока Народ Не Весь Повыходил Из Своих Хат Довольно Таки Тихо И Спокойно Разминается Уже Утреннюю Зарядку Делает Курею Выгнали А нет Это Голуби Короче Вот Это Походу Конский Помет Или Что-то Вроде Кизяк Как его Еще Называют Гуси Баргеста Уже След Простыл Потому Что Они Ночные Звери Что Что Говоришь Здесь Я же Так Помню Я все Дома Обходил В принципе Все Исследовал Не думаю Что Там Что Что Может Быть Новое Уже Появится Ничего Нового Там Быть Не Должно В принципе Так Я так Понимаю Нам Сюда же Надо Да Или Нет Сейчас Посмотрим Нет Эта Дорога Куда Тут А Давайте Разведаем Куда Она Вообще Ведет Там Еще Тоже Не Были Пометки Никакой Нет Давайте Посмотрим Просто Чисто Ради Интереса О Там Пугало Стоит Смотрите Реально Такая Знаете Деревенская Обстановка Еще В старые Времена Ставили Таких Вот Пугал Отпугивающих Ворон Пшеницы От Всяких Там Злаковых Растений Домашних И Это Помогало Хотя Некоторые Вороны Потом Настолько Рассмелели Что Стали Просто Садиться На Пугало Обсирать Его И Улетать Когда Им Захочется Труп А здесь У нас Труп Человека И Ласточки На Зеле Это Так Гармонично Просто Лекарственное Растение И Мертвый Селянин Ого Ривский Херес Тюльпаны Раствор Ртути Кстати Это Ценный Минерал Его Можно Задорого Продать Ну Кинжал Мы Брать Не Будем У него Тут Вот Какое Свечение Если Медальон Настроен На Обнаружение Монстров Он Покажет Вам Если Они Поблизости Если Он Настроен На Обнаружение Магии Он Будет Вибрировать Рядом С местами Силы Облегчая Процесс Поиска В общем Понятно Это Место Силы Что Оно Нам Позволяет Делать Если Мы Его Находим И Можем Провести Ритуал Магии После Чего У нас Получается Наши Знаки Становятся Мощнее На 100% То есть наш АААРД и все остальные знаки будут лучше работать Там в процессе игры можно подкачаться И со временем, по-моему, с помощью прокачки интеллекта Мы сможем использовать места силы и по другому назначению Чтобы исцеляться, по-моему, чтобы перемещаться в другое место, куда хотим Ну, точнее, не куда хотим, а там, где есть такие же места силы, как бы телепорты Круг ветреного скитальца Что это? Это мы повысили знак АААРД на 50% То есть на определенный срок времени 1 час 38 Так Здесь у нас пещера Давайте, знаете что? Давайте в эту пещеру пока мы соваться, может, не будем Или сунемся, а сунемся, черт возьми Если что-то даже страшное там, то мы уйдем Пока что кроме мышей я здесь ничего не вижу Ничего стремного нет Опа Котел Там котлет что-то варится, да? Ой, я могу здесь даже сесть помедитировать Покушать похлебочки из котла Так, у нас здесь, что у нас? Что нам нужно? Силу прокачать, наверное Ловкость Выносливость 100% прокачать Поставить иммунитет к ядам Прокачать немножко знака ААРД Вот так хотя бы Вызывает нокдаун, да? Пускай вызывает И интеллект Интеллект Это ведьмак Припоминает сведения о могучих монстрах Не обязательно встречавшихся в игре Ну давайте, наверное, его сделаем Посмотрим, о ком он вспомнит Так Баргест Вот, то что надо Ингредиенты с Баргеста Сейчас посмотрим Гули Вот шикарно Просто шикарный эликбез Гравейры Выход Ладно, пойдем пока на выход Дождит Немножко Давайте посмотрим О, отлично Гули, гравейры и баргесты Давайте прочитаем сначала так Сверху Точнее, снизу вверх Гуль На полях боя встречаются На кладбищах И заброшенных склепах У них иммунитет к ядам Восприимчивы к серебру И маслу от падальщиков Силовой стиль Против них помогает Ну понятно Тут пожирают жертву заживо Алхимия С них Лимфа Чудовищ Уксус И кровь Гуля Уксус Кстати мы у одного взяли Поверье гласит Что гули Некогда были людьми Которые в свое время Были вынуждены питаться Трупами Несколько лет Проведенных в темных склепах Превратили их В ужасных созданий Вечный голод Гули Способно утолить Только человеческое мясо Мерзость Именно поэтому Они убивают людей Оставляя Недоеденные останки В укромных местах Своих склепов Короче Они очень всегда Голодные И Из этих побуждений Нападают на людей Не выдерживают Гравейры Появляются там Где могут найти себе Пропитание Короче Человеческие трупы Падаль Все то же Что у гули Все то же самое То только Добываются еще Из них кости Гравейра Это как бы гули Но они чуть побольше И как видите Посветлее Расцветкой После войны С Нильфгаардом Гравейры Стали настоящим Бедствием Раньше о них Слышали лишь Специалисты Профессиональные Истребители Чудовищ Простой человек Не смог Отличить Гравейра От гуля А сегодня Каждый ребенок На зубок Знает описание Гравейра И люди Живущие Вблизи поля Битвы Или кладбища Пополняют это описание Живописными Рассказами Об ужасных Бойнях Учиненных Этими Безжалостными Созданиями В общем Возле кладбища Жить Некомфортно Вообще Никак Баргест Баргесты Это призраки Которые являются В этот мир С того света Только после того Как их сюда вызовут То есть Их вызывают Они бесстрашны Обладают иммунитетами К ядам Так Понятно Восприимчивы К серебру Быстрый стиль Против них Можно использовать Групповой Если их много Они стараются Всей стае Окружить жертву Баргесты Не действуют В одиночку Это мы уже заметили Хотя там По одиночке Бегали Баргесты Но это было редко Так Считается что Баргесты Призраки Материализовавшиеся В призрачных коксов И преследующие Живых людей По некоторым поверьям Эти чудовища Являются Предзнаменованиями Дикой охоты Другие же легенды Гласят Что Баргесты Воплощение Божественной кары И олицетворенного Возмездия И только В одном Все рассказы Сходятся Баргесты Всегда безжалостны По отношению К живым существам Короче Самое главное Что это Призраки Кары И возмездия То есть Если вот я Сказал Что эта деревня Погрязла в грехах То Видимо я не ошибался Что именно Поэтому Баргесты Сюда Являются Именно поэтому Они терроризируют Жителей Так Ливень большой Уже такой Надо сейчас Быстренько Нам Заныкаться В этой В таверне Сюда нам надо Идем 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 А то тут даже Гром Молнии Деревенский Летний дождь Хотя в принципе Летние дожди Я люблю Но Долго под ними Находиться Все равно Опасно Хотя у нашего Геральта Иммунитет К болезням Но у него Нету иммунитета К Отвращению И к тому Что ему Реально Холодно Так что Будем мы О нем Заботиться Пойдем в таверну Согреемся А согреемся Мы Алкоголем Нам же надо Еще спьяниться Этим Померяться С силами В последний раз И уже Надеюсь Его выиграть Потому что Сколько же Можно уже Он чувствует Себя там Королем Алкашом Королем Стакана Но нет Я покажу Тебе Как умеют Пить Настоящий Ведьмак У меня Просто Дело в том Что я Я бы его Перепил Я не считаю Что я Так уж Проиграл Я бы его Перепил Но у меня Просто Не хватило Бухла У меня Просто Не было Уже Ни бокала Пива Ни Бутылок С вином Сейчас Мы это Исправим И вот Там же В таверне Есть Антиквар Который Может Нам Продать Какие Нибудь Полезные Книжки Так Ребят Как вы Тут Без Меня Ну что Вот Мы вернулись В таверну Я скажу Так Давайте Пока На этом месте Мы Закончим Повествование В следующей серии Уже будем Перепивать Пьяницу Лео Вардена Кстати нету Калькштейна Нету Они так Понимаю Приходят Сюда Жрать Примерно В определенное Количество В определенное Время Они приходят Вот Лео Варден Но Калькштейна Не вижу Хоть Убейте Короче Так Сдадим Ему задание Чтобы уже Не морочиться Новости Есть Я похоронил Твоего друга Какой Печальный Конец Быть похороненным В какой-то Забытой Всеми Деревушке Это были Подобающие Похороны У него даже Есть Собственный Саркофаг В таком Случай Я с чистой Совестью Отправляюсь В Изиму Ты ничего Не забыл Да Да конечно же Вот твои 200 аренов 200 аренов Мне столько же платил Королевский Ловчий Ты мог бы и побольше Дать Ты же вроде такой Зажиточный Супер Зажиточный А все Супер Дяи Пошел ты Набок Итак Заканчиваем Эту серию Ставьте пальцы Вверх Кому понравилось Подписывайтесь На канал Будем дальше Играть Ведьмака Потому что Играть еще И не переиграть Еще только В предместе А там Очень всего Много будет дальше На самом деле Еще интереснее В общем С вами был Морган Спасибо что смотрите Всем пока